5, 4, 3, 2, 1, поехали! Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире Детская служба новостей. Программа с яркими сюжетами, интересными фактами и путешествиями. Знаете ли вы, почему многие цветы закрываются на ночь? Думаете, они ложатся спать? Нет. На самом деле, таким образом цветы защищаются от переохлаждения. Еще больше полезного смотрите дальше. Масляные краски – это самый совершенный материал, самый гибкий, как пластилин. Кто из детей не мечтал стать художником? Написать настоящую работу на холсте, огромными кистями, гордо повесить ее в рамку на стену. Сегодня мы исполним детские желания и стремления к творчеству. Поработаем масляными красками, узнаем особенности и секреты этой техники. А главное – познакомимся с известной художницей Евгением Октябрь, которая работает в стиле экспрессионизма. У нее и узнаем, как написать картину живо, чтобы это была настоящая живопись, а не раскраска. Экспрессионизм – это чувственное начало, когда чувство превалирует на картине настолько, что из холста брыжет энергия и темперамент художника. Быть смелым, не бояться красок, не бояться цвета. Да вообще не бояться. В целом. Ничего. Это же целое искусство. Тут вот точно надо на камеру говорить. Это же целое искусство. Ну что у тебя тут? Да ты наш экспрессионист. Вот это точно экспрессионист. Вот так красим. А солнце? А солнце потом. Красненький, оранжевый добавляем. Размазываем вот так. Хо-хо-хо. Нравится? Да. Попробуй сам так. Смотрите, в живописи есть такая лопаточка, называется мастихин, на которой набирается краска и можно написать картину. Целую картину одним только мастихином. Это очень модно, это очень красиво и делается очень толстый красивый мазок. Только чистые цвета, только смелость, живость, размашистость. Евгения Октябрь научила юных корреспондентов, что писать нужно широко и легко. И теперь, когда они поверили в себя, освоились и набрались смелости, готовы задать свои журналистские вопросы. Помните ли вы свою первую удачную картину? Мне было лет 7-8, я пошла в стоматологическую клинику с мамой. И на меня, наверное, это такое неизгладимое впечатление создало. И вообще, что дома я нарисовала картинку гуашью, как я вспоминаю. Как мне выдергивать зуб. То есть, настолько я впечатлилась, что я нарисовала то, что со мной было. Я всегда пишу то, что со мной бывает, допустим. Какие-то эмоции, любовь или страх, или что-то я всегда пытаюсь нарисовать. И в тот момент я написала, нарисовала, наверное, свой страх, я так понимаю. Ужасно. Откуда вы берете тему своих работ? Естественно, с натуры люблю писать. То есть, то, что вижу, то и пишу. Натюрморты, пейзажи, езжу на этюды, стараюсь ездить на этюды. А также иногда придумываю из головы. Это самое сложное, придумать из головы. Спасибо. Всегда ли хорошее настроение залог успеха в вашей картине? Или бывают случаи, когда в плохом настроении у вас рождается шедевр? Конечно, в хорошем настроении картины получаются лучше, чем в плохом. Но иногда, иногда получаются действительно шедевры в плохом настроении. Но это очень редко. Евгения, хочу задать вопрос. А на что вы пытаетесь вы первый гонорар? Купила телевизор, потом купила плиту домой, потом купила диван. Ну, то есть, все, что нужно нормальному человеку для жизни. Евгения, вы бы хотели проиллюстрировать детскую книгу? Если да, то какую? Вы знаете, в моей жизни уже был такой опыт, иллюстрация детской книги, детских сказок, детских стихов. Вот одна из них книжка называется «Лесная школа». Это книга местного автора Валентины Крюковой. И я решила ей помочь и нарисовала. Женя, какие у вас любимые фильмы или мультфильмы? Вы знаете, в силу своего возраста я мультфильмы уже не смотрю. Любите ли вы фильмы про художников? Естественно, так как я художник, мне и фильмы про художников тоже нравятся. Недавно вышел фильм про Пикассо с Винцаном Касселем. Потом очень люблю фильм про Ван Гога. Винцент и Тео называется, 1994 года фильм. С Тимом Ротом в главной роли. Потом мне очень нравятся разные фильмы. Про Джексна Поллока, кстати, 50-е годы. Абстракционист, это был такой мужчина-художник, тоже нравится фильм. Евгения, а кто у вас любимый художник? Вы знаете, естественно, и с ранних лет, скажем так, я увлекалась творчеством Микеланджело Буонаротти. Мне про него рассказывала мама про творчество этого художника, скульптора. А также он сочинял стихи. Он был очень-очень титанической личностью. А вы знакомы с творчеством Микеланджело, Ван Гога, Джексона Поллока? Если нет, прочитайте о них, ведь нужно вдохновляться различными стилями в изобразительном искусстве. Сегодня мы познакомились с экспрессионизмом. Благодаря Евгению Октябрь это знакомство оказалось очень ярким и приятным. Компьютерные игры или спортивные игры? Что лучше? Любой родитель наверняка скажет, что спортивные, а вот и нет. Хитрость загадки в том, что компьютерные и спортивные игры – это теперь одно и то же. Да, киберспорт в России официально признан видом спорта. В нем можно участвовать и получать медали. А еще в электронном спорте такие же эмоции – драйв, азарт, радость победы. Соревнования на точность и ловкость, скорость и внимательность. Это автомат ПАМ-фиеста. Здесь нужно танцевать и зарабатывать очки. Очень интересная и развлекательная игра. Сегодня мы находимся в зале автоматов и тестируем их все. Игра мне очень понравилась. Тем, что тут можно рулить машиной, как по-настоящему. Тут большой выбор транспорта. Игра очень интересная. Тут можно самому выбрать транспорта. Можно выбрать режим гонки или просто погадаться отдохнуть. В этой игре мы должны ловить такие, скажем так, кристаллики. Самые главные кристаллы – это голубые, они самые большие. Надо выловить их. Но я еще не выловила ни одного. Сегодня я несколько раз играю в хоккей, потому что это быстро, интересно. Это игра на внимание. В ней тебе не дадут расслабиться. Все в ней весело и можно играть вдвоем. Это вот игра, где роботы воюют между собой двумя командами. Они могут также превращаться в разных там, например, в роботов или в самолетов. Crazy Hook. Для начала игры вам надо выбрать, играете вы одни или с другом. Я играю одна, поэтому я жму назначаться одним человеком. А дальше – дело заметности и ловкости в вашу игру. Цель игры – забросить как можно больше мячей в кольцо. Сегодня я вам расскажу, как играть в эту игру, как воспользоваться своей удачей. Провести карту и нажать. Какая цифра выпадет, сколько и будет билетов. У меня вопросик. И вот столько у нас билетов. У меня очень, 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 я как фокусник достаю. Очень, 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 очень много билетов. Еще вон в рюкзаке есть билеты. Да, автоматы, аттракционы – это то, что мы рекомендуем. Детям просто необходимо выплескивать эмоции, скакать от радости, выигрывать и смеяться. А еще не быть собой. Ведь все человеческие игры построены на новые роли. И в парке развлечений таких возможностей множество. Стать лыжником или покорителем новой планеты, бороться со злом и мутантами, ловить рыбу, быть мотогонщиком, да мало ли классных занятий, на которые в обычной жизни нет ни времени, ни возможностей. Как показывает практика, зверюшки способны улучшить наше эмоциональное состояние, повысить настроение, да и просто наполнить день новыми эмоциями и впечатлениями. Наша съемочная команда решила разбавить свои рабочие будни и отправиться к братьям нашим меньшим, погладить их, покормить и рассказать о жителях контактного зоопарка вам, дорогие телезрители. Хомяки – ночные животные. Именно в темное время суток они наиболее активны. Днем эти пушистики любят поспать. Есть такое выражение – щеки, как у хомяка. Это неспроста, потому что эти зверки могут хранить пищу в своих щеках, наполняя их орехами, семенами, засушенными овощами или фруктами. Обычно хомяки – добрые и нежные существа. Но они могут кусаться, если их напугать. Так что если вы завели хомяка, заботитесь о нем, не пугайте. А и еще – обязательно дайте ему имя, и вскоре он будет на него откликаться. Еноты-полоскуны – любимцы контактного зоопарка. А полоскунами зверьков прозвали из-за их странной привычки все умыть. Особенно тщательно еноты получат свой корм, если даже обед выловлен из лужи или из водоема. Вот какие чистюли эти милые еноты. Во многих странах енотов держат, как домашних животных. Но слабонервных придется воздержаться от этой затеи, потому что для енотов нет понятия – можно или нельзя. У енотов такие крошечные лапки, что они могут спокойно открыть дверцу вашего шкафчика, где лежат ваши вещи, и половину вещей оттуда выбросить, либо их попрятать. Перед покупкой енота хорошо обдумайте свое решение. Несмотря на свои иголки, ежики очень милые животные, которые, кстати говоря, появились на Земле около 15 миллионов лет назад. И прямо сейчас я расскажу вам несколько интересных фактов об этих милых созданиях. Например, у каждого ежа примерно 10 тысяч иголок. Они обновляются раз в три года. Но, к счастью, их обновление происходит постепенно. А еще ежики неплохо ладят с другими домашними питомцами – кошками и собаками. Но мало кто может держать ежиков дома из-за их громкого топота. Харьки меня очень любят. Они очень добрые, хорошие и нежные. И если их помыть, то они будут еще больше пахнуть. Они любят мясо, но им нельзя морковку, потому что она у них не переваривается. К этим созданиям невозможно относиться равнодушно. В них либо влюбляешься, либо боишься их до ужаса. Но, несмотря на наше отношение к ним, эти змеи обладают рядом интересных фактов. Сердце за змеи скользит вдоль тела, облегчая проходимость пищи. А вот с помощью языка змеи собирают информацию о том, что их окружает, которые потом передают небу. Функция неба – распознавание. Так что смахи языком для змеи – это ее сбор информации, а не угроза. Эти кролики вырастают от 12 до 20 килограмм. Самый большой кролик будет навечен 25 килограммов. Раз в два месяца эти кролики рождают от 4 до 6 маленьких кроликов, которые потом вырастают такими же небольшими, как эти большие кролики. Если вы, глядя наш сюжет, тоже захотели посетить контактный зоопарк, помните, заходить к животным в клетку без смотрителя зоопарка ни в коем случае нельзя. Всю подряд еду давать животным тоже нельзя. Прежде чем покормить животное, необходимо узнать у смотрителя, чем оно питается. Если вы решитесь взять зверюшку на руки, делайте это аккуратно. Не сжимайте его и не уроните, иначе он может повредить лапки. Будьте ласковы с ними и помните, они нуждаются в нашей заботе и доброте. В Барнаульском зоопарке мы все можем сфотографироваться с тигрятами, поэтому немного расскажем о них. Мы все знаем, что тигры полосатые, но мало кто знает, что если побрить тигра, он все равно останется полосатым. Кто владеет пластиком, тот владеет миром. В наше время так много отходов из этого материала, что их необходимо перерабатывать. Несмотря на обилие мусорных куч, триллионы бутылок и крышечек, в мире существует всего 7 видов пластика. За последние 100 лет мир очень сильно изменился. Появились интернет, Wi-Fi, YouTube, сотовая связь, высокоскоростные поезда, полеты в космос и все это наша жизнь. А что станет еще через 100 лет? В одной телепередаче барнаульцев спрашивали о том, когда запустили часы в доме под шпилем. Самый распространенный ответ был таким. Когда построили дом, тогда и часы пустили. Но это неверно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова